Огромный спортивный комплекс, состоящий из двух, так сказать, ярусов, нижнего и верхнего. Последний расположен в районе горы Малое Седло. Сейчас реконструкция части объекта идет в полную мощь. Здесь предстоит изменить все, начиная от покрытия стадионов и заканчивая внутренней отделкой помещений. Даже на первый взгляд можно сказать, что здание этого спортивного комплекса давно нуждалось в хорошем капитальном ремонте. Его здесь не было больше 35 лет. Сейчас на спортивном объекте идет скорее даже не масштабная, а глобальная реконструкция. Министерство спорта страны выделяет много сил и средств. Например, на ремонт только этого стадиона, где будут заниматься спортсмены-легкоатлеты, ушло ни много ни мало 20 миллионов рублей. На первоначальном этапе только на проектную документацию стадиона планируют потратить 90 миллионов рублей. Ремонт будут делать не только в старых зданиях комплекса. Спортивный объект будет расстраиваться. Итоговая цена вопроса практически 700 миллионов рублей. Проинспектировать ремонтные работы и дать последнюю отмашку на глобальную стройку приехал министр спорта. Туризма и молодежной политики Виталий Мутко. Этот комплекс, однозначно, заявил министр, станет хорошим подспорьем для спортивного будущего региона. На Северном Кавказе среди молодежи очень популярен спорт. И, безусловно, дети, молодежь любят заниматься физической культурой и спортом. Не просто любят, они еще очень талантливы и успешны. Сегодня в составах сборной страны где-то 250 представителей республик Северного Кавказа. Мы вчера, когда на играх открывали игры, представляли команды, вы слышали, что в некоторых регионах, в маленьких республиках до 14 олимпийских чемпионов. Это просто потрясающий показатель. Конечный вариант комплекса будет готов уже к 2013 году. На территориях двух частей комплекса будет два футбольных поля, открытые спортивные площадки, баскетбольная, волейбольная и легкоатлетические беговые дорожки, теннисные корты, лукодром, сектор для метания ядра. И стадион на 6 тысяч посадочных мест. Такое возрождение спортивной жизни Ставрополья в любом случае, уверены в Крайспорткомитете, предрешит итоговую таблицу олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Это отразится и на Олимпиаде в Лондоне. У нас 23 кандидата в сборную олимпийскую. Что касается для Ставрополя, какие у нас перспективы, то то, что сказал Виталий Леонидович, будет несколько миллиардов рублей вложено буквально в 2-3 года. Это будет суперсовременная олимпийская база, которую будут готовить не только члены сборных команд Российской Федерации, но и сборные Ставропольского края, и команды мастеров по видам спорта. То есть, плюс еще жители города Кисловодска, жители Кавказских мирных вод будут использовать эту базу тоже для занятий физической культурой и спорта. А что касается маститых спортсменов, на будущий комплекс они возлагают золотые надежды. Мы только ждем и надеемся, что все-таки этот комплекс возродится и будет работать на благо нашей Родины, нашего флага, чтобы флаг как можно чаще поднимался на соревнованиях, на Олимпиадах, на чемпионатах мира. Поэтому мы все спортсмены ждем с нетерпением, когда народ сюда потянется, не только с России, но я думаю, что и с ближнего зарубежья, и за границей будет приезжать народ. Поэтому база такая перспективная. Буквально через две недели сюда должна приехать на тренировки наша национальная сборная по легкой атлетике. Именно поэтому за легкоатлетический стадион взялись в первую очередь. Виталий Муткопа обещал лично контролировать строительство и реконструкцию большого спортивного объекта.